Всем привет! Сегодня я делаю обзор, как вы думаете, на что именно. Это косметика бренд ELF. Итак, давайте начнем. Я уже знакома с этой маркой. И первое, на что я вам покажу, это палетки от ELF, которые у меня есть в наличии. Это палетка Beauty Book Smoky Look ELF Studio. Она, по-моему, в трех оттенках, в трех вариациях разных идет. Нейтральная, бронзовая и вот такая, как у меня, Smoky. В этой палетке представлены как и матовые оттенки, так и с перламутром. То есть у нас такой молочный оттенок слоновой кости, сливовый, коричневый, холодный, серый, светлый, темный и черный. В палетку также входит подробная инструкция, как сделать тот или иной макияж. И также в комплекте была база и черный карандаш. Насчет базы мне очень понравилось. Она достаточно хорошо фиксирует тени. То есть хорошая база и текстура достаточно приятная. Карандаш, ну не могу сказать, что он мне сильно понравился. Но карандаш как карандаш, в принципе, нормально. К ним тоже претензий нет. Хотя я больше люблю карандаш, когда у них очень мягкая текстура. Это такой, ну, средненький карандаш. Так, я не знаю, сводчи вам делать или нет, но, в принципе, давайте, наверное, покажу. Сливовый оттенок, такой слоновой кости. И это матовые тени. Вот так они выглядят. В носке они, в принципе, меня эта палетка больше порадовала, чем предыдущая, которая у меня есть. И сейчас я вам покажу еще перламутровые оттенки. Так. Вполне хорошая палетка. То есть перламутровые здесь намного лучше цвета. Так. Вот так. Ну и матовые очень мне понравились. Так. Следующее, что покажу, это у меня палетка на 32 оттенках. Кстати, тоже эта палетка идет, ну, в разных вариациях. Там есть она и натуральная, и более яркие оттенки, и у меня приглушенный. И еще я видела палетку, там более такие приятные оттенки. Ну, лиловой такой гамме, тоже нейтральной, если я не ошибаюсь. Я видела еще одну палетку. Так. И вот такая палетка. Вот такая палетка. Сейчас вам покажу. Она меня обрадовала меньше, чем эта палетка, которая у меня отель в студию Smoky Look. Расскажу, почему она не так сильно нравится. Но не могу сказать, что она мне не нравится. Она достаточно такая палетка средняя. То есть все тени, то есть тени состоят из матовых, сатиновых. Есть, кстати, шиммерный оттенок. Все тени нормально, они хорошо переносятся. Они на каждый день вполне такие вот носибельные оттенки и пигментация неплохая у них. Но насчет шиммерного. Здесь у меня шиммерный оттенок. Он у меня постоянно не набирается ни на какую кисне, ни на искусственного ворса, ни на натурального. Это вот такой оттенок. Вот он. Он очень красивый. И, увы, ничего я с ним не могу придумать. Здесь есть оттенок такой и верблюжьего цвета, коричневые, серые, голубые, синие. Они приглушенные. Приглушенные эти оттенки. В принципе, ну, я не могу сказать, что мне палетка это вообще не нравится или она мне нравится. Такая вот средняя. Средняя хорошее качество. Но я использую ее, в принципе, пользуюсь. В принципе, сойдет. Так, и следующее, что я вам покажу, это бронзер от Elf в оттенке Cool. Там тоже три вида существуют. У меня матовый он. За предыдущие оттенки я ничего не могу сказать. Ну, там теплый и такой более средний, там, ну, золотистый бронзер. Если не ошибаюсь. У меня матовый. Здесь четыре сектора. Вы можете набирать каждый оттенок по отдельности или смешивать. Этот оттенок можно использовать в качестве хайлайтера. Он белого цвета или просто смягчить, если вы переборщили с бронзером. Так. Ну, в принципе, я не думаю, что есть смысл показать сводч. Текстура хорошая, пигментация отличная. И в носке он мне очень нравится. Я использую этот бронзер ежедневно. И, опять же, повторюсь, он мне напоминает на бронзер Hula. Только Hula, он более такой, там, мелкий помол. В принципе, а так они очень-очень похожи. И следующее, что покажу вам, мои любимые румяна в оттенке фуксия. И я взяла себе еще один цвет. Очень красивый. Сейчас вам покажу. Так. Такой золотистый оттенок. Это аналог. Лично, если кто-то не может купить себе позволить за такую большую цену Нарс румяна, то аналог Нарсу Альбатрос. Вот так выглядит. Опять же, мне очень нравится использовать в качестве хайлайта. Это такой золотистый, цвета шампанское, можно так сказать. Оттенок достаточно хорошо пигментированный, они отлично ложатся и очень вполне красиво смотрятся. Мне нравится. Очень нравится. Так. И это у нас оттенок идет Готта Глоу. Вот так. Еще раз вам покажу. Так. Берем защиту. Вот такой оттенок. Очень-очень нравится использовать в качестве хайлайтера. Но они заявлены как румяна. Следующий оттенок. Это мой самый любимый. И я использовала его на протяжении всего зимнего периода. Это великолепный, красивый оттенок с золотистыми частичками. У нас цвет фуксия. Должна великолепна. Пигментация супер. Они очень хороши пигментированы. Посмотрите, какая красота. Очень-очень нравится. Так. И свотч. Очень приятна у них текстура. Так. Вот так они выглядят. И также у меня такой продукт есть. Там, где есть с набора румяна и бронзер. Бронзер здесь глубокого коричневого цвета. Подойдет больше для загорелых девушек. Или когда, допустим, вы загорите. Я не говорю, что он не подойдет для бледнокожек. Но с ним нужно быть осторожны. Достаточно одного касания. Он очень мягкий. Посмотрите, какой красивый. Бронзер. Но этим бронзером. Он, кстати, содержит мелкие золотистые такие частички. А это тоже самое румяна, которое я вам показывала оттенки фуксия. Я активно им пользуюсь. Мне очень нравится. Так. И, в принципе, еще продукт, которые остались косметически у меня, это такой набор. Сейчас вам покажу. Это набор для бровей. То есть я... Сейчас я вам вытащу его, покажу. Так. Набор для бровей. У меня в оттенке аж. В оттенке аж. Он подойдет для блондинок. Очень понравился мне этот продукт. Так. Это у нас... Вот так он выглядит. Сейчас я... Сейчас вам покажу. Вот так он выглядит. Это воск тени закрепляющий. Я с удовольствием пользовалась. Видите, как у меня уже осталось мало. С удовольствием использую и закажу себе еще. Так. Вполне такие естественные бровки получаются. И также у меня есть четыре оттенка минеральных теней. Но я думаю, в принципе, свочи не буду показывать. Это оттенок сливовый. Кстати, эти тени отлично... Эти рефилы помещаются в палетку Мак. Кстати, тоже здесь магнитики. Они намагничены. Так. Рефилы. Ой, сейчас покажу. Так. Или покажу вам свочи. В принципе, просто... Просто не всегда передается тот оттенок, который хочется показать. Ну, хочу вам показать. А на камеру передается иногда искажает свет. Так. Это у нас очень... Ой. К сожалению, он у меня пострадал. Видно. Недавно упал. Это оттенок такой красивый. Называется он хаки. Это такой... Даже более... Такое приглушенное, что ли, золото. Называется Тауп. Мягкие тени. Тауп. Ну, он такой... Что-то как светло-оливковый золото. Ну, как приглушенное золото, что ли. Вот такой оттенок. И... Следующий оттенок это... Оттенок Вайстерия или Вистерия. Не знаю. Не знаю, как правильно прочитать этот оттенок. Так. И следующий оттенок это такой светло-сиреневый. Очень красивый. Самый красивый. Вот так он выглядит. Вот так выглядит. И следующий оттенок это... Два у меня оттенка осталось. Это такой светло-серый. Светло-серый. Даже он какой-то, что ли... Серый. Серый такой. Мягкий достаточно оттенок. Ой, не туда. Вот так он выглядит. И остался у меня еще один оттенок. Это оттенок такой виноградный, но не сливовый. Сливовый что-то, в принципе. Но больше, мне кажется, это виноградный цвет, чем сливовый. Так. И вот так он выглядит. Качеством этих теней я довольна. В принципе, они очень-очень хорошие на ежедневную носку. Они очень мягенькие. Они хорошо ложатся. Правда, смотря какой вы используете ворс. Потому что... Или натуральный, или искусственный. Потому что иногда они осыпаются. Ну, в принципе, для меня это не так важно. Не сильно они так и осыпаются. Можно всегда убрать излишек. А так качество вполне-вполне хорошее. Вот такой был обзор. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.